Вы слышали уже первые заголовки наших сегодняшних репортажей, но прежде о шокирующей новости, пришедшей сегодня из Пакистана. Пять, по некоторым данным, шесть украинцев стали там жертвами теракта. Это случилось в горном районе Гилгит, Балтистан, на севере Пакистана. Трудодоступный район, где нет ни дорог, ни транспорта. Однако, манящие любители альпинизма со всего мира. Здесь находится гималайская вершина Нангапарбат, входящая в первую десятку самых высоких гор в мире и в первую тройку самых трудодоступных и опасных для восхождения. Увы, украинских любителей экстремального туризма, собиравшихся покорить Нангапарбат, смерть поджидала не на маршруте, а в отеле у подножия горы. Минувшие ночью неизвестные вооруженные люди ворвались в гостиницу, вывели туристов на улицу и расстреляли. Погибли, по разным данным, 10 или 11 человек, в том числе пятеро или даже шестеро граждан Украины. Ответственность за теракт взяли на себя сразу несколько экстремистских мусульманских группировок, как минимум одна из них связана с движением Талибан. Надо сказать, что Гилгид-Балтистан находится в одном из самых неспокойных и небезопасных мест на земном шаре, в Кашмире, бывшем княжестве в Гималаях, которое давно уже разделено между Индией, Китаем и Пакистаном. И уже более полувека является источником конфликтов, прежде всего между Пакистаном и Индией. Именно из-за Кашмира вспыхнула первая индо-пакистанская война в 1947 году и вторая в 1965. И еще одна, сравнительно недавно, в 1999. Горы Кашмира, особенно на пакистанской стороне, на протяжении многих десятилетий пользуются дурной славой, как сущий рай для всевозможных радикальных группировок и просто головорезов. Для одних все иностранцы враги, представители ненавистного Запада. Для других просто легкая добыча. Убийства и похищения западных туристов происходили там в прошлом не раз и не два. Поэтому иностранцам в принципе настоятельно не рекомендуется посещать труднодоступные районы Кашмира. На этот раз не вняли предупреждением и жестоко поплатились за это, к сожалению, украинские граждане. Президент Янукович выразил соболезнования семьям погибших. А премьер Азаров подписал распоряжение о создании межведомственного оперативного штаба по расследованию причин трагедии, а также по оказанию помощи родственникам убитых. Глава правительства пообещал сделать все, чтобы тела погибших как можно скорее были доставлены на родину. Одновременно МИД Украины настоятельно призывает всех украинских граждан, в том числе группы альпинистов, которые готовятся совершить восхождение в пакистанской части Гималаев, отказаться от своих планов и покинуть этот район. Продолжение следует...